Болотные сапоги у аскисов с улицы набережной всегда на готове. Весну ждали с тревогой. Дворы стабильно топят последние пять лет. Снова в воде бани, сараи, огороды. У семьи Федосеенко из-за сырости погибли кролики. Супруги в спешном порядке спасают куриц. Бывало так, что за день уровень стоит, потом может буквально за полчаса подняться сантиметры на 4-6. Может подняться, как сегодня с утра, она поднялась сантиметров на 10, сразу резко за полчаса. В дома вода пока не проникла, но это лишь вопрос времени, считают люди, причем очень короткого. Подполье уже полностью в воде. Свежи воспоминания, когда несколько лет назад в домах плавала мебель. МЧС нам сказала вчера, что отправляют к нам машину, чтобы принять какие-то меры. Ни сегодня, ни вчера никакой машины не поступило. Мэр то отключает телефон, то придет, посмотрит и уходит. Мы своими силами перекопали дорогу, чтобы как-то спустить в воду. Печку не растопить, она тоже утонула. Откачивать воду насосом бесполезно. Она прибывает безостановочно. Топит людей река, перемешшая в морозы. Вода, просачиваясь сквозь землю, бежит в огороды. Раньше спасала отводная труба, но ее закопали. Местные власти, по словам жителей, вопреки обещаниям, даже не пытаются найти выход из ситуации. Было сказано, чтобы раскопали дамбу и вкопали эту трубу. Ну, большую трубу, чтобы вода уходила за дамбу. Этого сделано не было. В этом году опять морозная зима, очень морозная зима. Речка промерзла до дна, и вода пошла на нас. Мы начали раньше бить колокола, но нас никто не слышит. Глава поселка оправдывает. Со власти не безучастны. Пока мы занимались тем, что воду со двора, жители, которые жаловали, чтобы она не копилась во дворе, уходила за территорию. Чтобы вода больше не топила аскизов, нужно дать ход реке. Но подходящей техники нет. Когда ее найдут, власти сказать не могут. Если вода продолжит пребывать, спасать людей, похоже, будет некому и нечем. Виктор Буров, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия.